Вот сейчас читали, кто не берет креста своего и следует за мной, это как? Ну как? Если Господь дал тебе какие-то страдания, нам дано не только веровать, но и страдать за Него. Вот считаем об этом и слой Божиим, к филиппистам. А человек не берет крест, вот мне не надо, а меня родственники будут гнать, я лучше притихну буду. Многие бы обратились к Богу, испугались, и следуют за Христом, вроде бы соблюдать заповеди, а Богу это не угодно. Написано у пророка Иоиля, туда, Господи, веди твоих героев. Вот как он называет. А трусливый и боязливый учись в озере Огненном. Весь ответ. Понятно, благодарю. Аллилуйя. Так, все, никого нет больше? У меня еще есть. Есть. Давай. Вот, сейчас читал брат Вячеслав, в третьем-четвертом веке, по-моему, появился институт монашества. Но церковь это, конечно, признает, восхваляет, чтит. Монахи, это понятно. Это, как сказать, такие, ну, отрекаются от всего. Это действительно, это подвиг. Подвиг, который из нас не каждый понесет. Но я вот как понимаю, можно так сказать, что монашеское, это не евангельский путь. Да у нас сто раз про это сказано у меня. В каждой проповеди почти. Один, неженатый, заботится, как Господу. Ну, не монашеские какие-то коллективы делать. У Пахомия, там два монастыря было, мужской и женский, 11 тысяч. Два миллиарда мусульман, это на их совести сегодня. А сколько погибло от этих людей? Где это было такое, что заприс за стены? Идите по всему миру и проповедуйте, а не сидите и молчание, золото. Все извращено было. Большего зла, чем монашества, в этом вопросе не было людей. Они заблокировали самых ценных людей. Самых искренних, самых крепковерующих. Где это такое было? Везде и всюду Господь уходит, уже все прощается. 16 глава 15 марка говорит, идите по всему миру. Считаемого Матвея точно тоже. И проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А как он может верить? Кто не будет веровать, осужден будет. А кто виноват-то? Вера от слышания. А как слышать, когда они рот зажали все? Тысячи в одном месте. Да вы почитайте Гангельский собор. Стало разваливаться государство. Были монастыри. То есть они уже не за стенами жили, открыто по 50 тысяч. Жены оставляют мужей ради благосчастья. Канон гласит, если она оставляет мужа ради благосчастья, проклятая. Оставляют детей. Кто оставляет детей ради Христа и уходит проклят под клятвою. Одни проклятия насыпали. А кто возрастил это проклятие? А это великие. А что великие? Вот мы видим, как они собирали. Тот же самый Макарий Александрийский. Собирают хворост. Но представьте, хворост собирать тысячи человек, если выйдет. Что они соберут? И вдруг он остановился и замер. Называется, пасть в этот. Не в своем уме. И монахи замерли. Кажа, что-то видит, что-то видит. Наконец тронулся с места. Ой, что я видел. Мы в глубоком рве, монахи. Тьма непроглядная. Никто вылезти не может. В темноте друг друга лбами стукают. Некоторые пытаются подняться, падают вниз. Это монахи наши. Но он не распустил монастырь. Ему уже видение было. Монашество. У меня есть изречение такое. В том виде, как оно пришло к нам. Принесло зло. Больше в сто крат все вместе взятые коммунисты, фашисты, масоны и мусульмане. Вот как. Они запечатали Евангелие. На фоне. Вот были у меня брат приехал. В Кель разговаривать нельзя. Нельзя молиться. Пошли в обед. Нельзя. В столовой нельзя. Нигде. А не мели. Языки отняли. А вера от слышания. Это монашество все сделало. Вот. Которые секты возникли. Отчего они возникли? Монашество. Меня сотни раз вопрошали уже. Кто вам разрешил проповедовать? Ну ладно, у меня еще там благословение митрополитов, благословение епископа, в писем виде свидетельства, что меня благословляют и при них, при епископах во время литургии проповедовать. Ну у кого такие документы-то есть? Пусть покажет, чтобы был мирянин и такие документы были. А почему? Со 2 по 4 век запрет был проповедовать в храме священникам, присвятерам. Только епископ. А какой епископ? Посмотри на него, на своего епископа-то. Это кто же сделал так? Вот к истинному православию у нас книжка есть, книга, и там написано о благовестии, там все описано. В каком году, кто запрещал, как они лгали, чтобы только не проповедовать. Я вам говорю, то, что действительно было, не выдумка. Самый последний наказ, когда уезжает отец, он наказывает, ты не забывай телят напой, курицам дай. Нужно забудешь, что-то это пройдет. Но если ты не накормишь, они сдохнут. И Господь, когда возносится и говорит им об этом, помните, и рассказывает им еще раз, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Пошли по этим пути? Нет, Христос не нужен. И главное, самое главное оружие против демонов, против бесовской силы, пост и молитвы. А монахи что придумали? Послушание ави дороже поста и молитвы. То есть это прислужники дьявола многие стали. Я это знаю хорошо. На меня тысяча нападок было от монахов. Но Господь так сделал, никакие дворки им не помогли. Они не могут еще показать пустые руки. Это засохшие смоковницы. Что непонятно-то? В четвертом веке. До четвертого не спасались? Хотели монастырь сделать? Хорошо нам здесь быть, здесь сделаем три кущи. Ну, может быть, полчаса были. И второй монастырь. Десять дней они ждали сошествия Духа Святого, запертые после воскресения и вознесения. Все. Монастырское время кончилось. Мона означает один. Монолит. Монумент. И дети по всему миру. И они ничего не могут монахи показать. Кроме того, что сидели и рекорды ставили. Кто сколько не ел. Такая-то сорокняя апоисия. Семьдесят дней не пил, не ел. Рекордсмен на все века. А кто пришел? Особенно посчитаемый у старообрядцев. Он может молиться и зада неверующих вытаскивать. Дали должность. С ума посходили. Грачев, министр обороны. Встречается с патриархом Лисеем Вторым. И нужно, чтобы ракеты не разбомбили раньше времени. Молятся им. Якобы откровение было. Я не знаю, откуда взяли. Охранять будет Варвара. Римская ремлянка, девушка. Охранять будет ракеты, которые называются Сатана. Ну, маленько. Со стороны гляньте на нас. На нас, как на сумасшедших, нельзя смотреть. И поэтому грех наш в этом вопросе страшнее страшного. А почему? Она убегала от Диаскоры отца своего. И скала раскрылась. И закрыла ее. А ракеты-то под землей? Ну, нашли. Грачев-то и не знал про это. Подсказали ему. Мы как сумасшедшие ведем себя. Скажите, кто, когда, последний раз сходил на проповедь? Покажи, где эти души, которые пришли через проповедь. Придут, не придут, это уже дело Божье. Но пойти ты должен. Благовесть. Я недавно выставил, показал. Мне Господь открыл это, потому что мое обращение к Евангелию было не у православных, у сектантов. Я дня не был у них. Но у них получил Евангелие и был полчаса. И Бог дал мне там рождение свыше и крещение Духом Святым. Везде проповедовал. По эфирному времени я лично был, так полагают, на первом месте во всем Советском Союзе. А почему? Университеты одновременно, 13 школ, институты, все отделы милиции города, все воинские части Алтайского края, заводы и пабрики, три радиопрограммы еженедельно, одна онлайн-часовая. Пусть кто-нибудь покажет. А почему? Рожденная душа, живая, живые молитвы к живому Богу. А вы о себе говорите. А о ком я буду говорить? Павел говорит, я больше всех потрудился, более всех страдал. От иноплеменных, от своих, от же братья. Те, которые тюрьмы мерили, никого нету до Дальнего Востока, нигде. Я один остался. У баптистов были, а у православных никого нету, ни одного. А зачем меня Бог держит на земле, не знаю. Я могу делать курсы, как вести себя, когда арестуют. Как вести себя на допросах. Потому что, что у меня было, ни одного не было. Ни у кого. Сразу замирали и боялись. У меня следователь обращается. Начальник тюрьмы умирает по-христиански. Вот как Бог делать. Почему? Потому что нет у меня образования. Ни семинария, ни академии. Никто мою душу не корежил. Я Богу доверился. И Он провел меня. И поэтому я здесь вижу, которых людей могу прямо сказать. Подтвердите. Вот драгоценный отец Наум Израилевич. Где Он пришел к Богу, как? Пусть Он скажет. Да. Приветствую тебя, отец. Да. Значит, я... Павел Петрович, ты помнишь, отец? Мы вместе встретились у тебя. Да. Ну и вот, он говорит, здесь живет один такой, но он православный человек. Значит, вот с ним будет интересно. Ну и вот мы пришли, тебя не было. Ну, нас Надежда, вот сестра Надежда приняла. Ну и вот, даже положила нас, там, меня на третью полку положила. Ну, значит, утром я, значит, что дверь открылась, я посмотрел. Борода какая-то поднимается и опускается. Поднимается и опускается. Я, да, ну, оказывается, ты поклоны делал, да? Ну, вот, потом, значит, мы стали беседовать. Вот, если ты, отец, положил Библию, говорит, я ни от себя слова не скажу. Что Бог там написал, то и буду говорить. Да. И мы там задавали вопросы здесь, да? И по Писанию ты им все ответил. Понимаешь? Мне уже, я говорю, как я могу спорить, когда уже Бог говорит, да? Поэтому я вот до сегодняшнего дня, я вот этого благословения придерживаю, благодарю. Аллилуйя. Но у меня уже есть сейчас вопрос. Вот ты часто показываешь, это, тетки. Да. Вот как ты молишься, да? Как ты молишься по четкам? Это Иисусову молитву? Или, ну, там, держишь вот свою нужду и молишься Богу Иисусовой молитве? Вот поделись с нами опытом. Коротко сказать. До Бога твоя молитва? Коротко. Я признаю не лестовку старобрященскую, а щетки. Вот, 10 на 10. 10. Первые 10. 10 поклонов Господу нашему Иисусу Христу. Это и днем, и ночью. Второе. При благословенной Деве Марии, прииснодеве, Матери Христа Бога нашего. Третье. Ангелу-хранителю, 10. С просьбами. Не просто я, не Господи помилуй, а я договорюсь. За каждым предложение целое, новое и новое. Дальше. Иоанн Креститель. Святитель Христов Никола. Святые апостолы. Это пророки. Дальше. Небесные силы и апостолы. Евангелисты. Святые мученики. Святые отцы. Святые жены и девы. 10 по 10. 100. Вот сейчас у нас 100 поклонной молитвы, и там все это добавляется. Видите, это Бог делает. Еще раз говорю, это благодать Божия. Когда благодать Божия содействует, тогда все по-другому. Ну, представь, человек другой национальности. Ты еврей. Ну, пусть кто-нибудь покажет, где евреи все захватили, все везде. Вся печать, все золото, вся пресса у евреев. Надо воевать с евреями. Надо, говорю. А какая любовь? Оружие где? Один говорит, нам оружие привезите, автоматы. Я говорю, любовь. Чтобы те, которые не знают Христа, поняли, что Христос есть любовь. Вот как. Пусть через каждого священника. Я не говорю мирянина. Придет один еврей и станет священником. Вся обстановка в стране изменится. И в мире. Я не выдумываю. Пятого или полшестого только закончили утром ночную беседу. И он закончил семинарию, академию. И сейчас что он делает? Пишет сколько? Это сотни священников православной церкви, патриархии этого не написали, не сделают. Вот считают здесь откровение. Это самое лучшее, собранное, это им. Это труженик. Труженик. Он Генрих. Стал отец Геннадий в паст. Тоже считает, что я его, как это, тронул сердце его. Следователь там КГБ. Ну, пускай с сектантами надо бороться. Надо как? Пускай через каждого хотя бы священника обратится один сектант и станет священником. Обстановка изменится. Но это не все. Есть еще люди, которых много и которых мы не знаем. И им нужно свидетельствовать. Каким образом? Проповедью. Вот так преследуют верующих. Такие-то люди показывают там. Особенно КГБ, лютует НКВД. У меня обращается следователь. Следователь КГБ. И делается священником. Я отвечаю, пусть через каждого священника, даже епископа, один обратится к Богу. Когда меня допрашивали, а они его знают хорошо, из человека. Следователи КГБ. Какого человека вы погубили у нас? Я погубил. Ясно, какое ко мне было отношение. Я никогда бы не вышел. В общей сложности меня гнобили 26 лет. Психиатрия. Надо мной опыты делали. Подвешивали. Накачивали. А я перед вами живой. Разве это не чудо? Это Бог делает. И кто такую сегодняшний день миссионерскую поездку сделал, как мы? Из Барнаула? Владивосток. Португалия. Скандинавия. Прибалтика. Север. Турция. 650 библиотек получили от нас полный комплект книг. Нам это обошлось. 35 миллионов рублей. Хоть кто-то пусть покажет где-нибудь за 2000 лет. Было это или нет? А почему? Богу указывать не будешь. Он берет самое негодное. Закладывает в прощу. К Давиду и Голиаф кверх ногами. Быть камнем в проще Давида – это большая заслуга. Вот маленький ответ, как сказать, что делает Бог. И поэтому к этому всех призываем. Конечно, я никакой сейчас. То где-то месяца два меня трясет буквально. Делали сколько операций, открылось, и все. Две недели шла кровь из меня. И сразу после этого обложила у меня все низы, как эти называются, свящи, фурункулы. Ноги, как подсещенные. А я хожу, выступаю, сколько могу, по милости Божией. Еще выхожу за кафедру. Это Бог делает. Вот так. Начнешь говорить, вы о себе говорите. 2.18 Якова. Он говорит, покажи веру твою без дел твоих. А я покажу тебе веру мою из дел моих. Город на вершиной горы не прячется. Светильник на подсвечнике, а не под кроватью. Повторяю, моего ничего нету. Все благодать Божия. Я хвалюсь благодатью Божией. У меня нет образования ни гуманитарного, ни религиозного. Ничего нет у меня. Но 60 лет я у ног Христа сижу. И каждый день он меня посылает на проповедь. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. Вот, отец, вот ты молитву, значит, ты показал через каждые 10 молитв, да, ты вот свою просьбу излагаешь. А вот в этих 10 каждому я 10 повторяю не просто, Господи, помилуй, а. Вот первое я Христу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Поклон. Такой, чтобы рука пол достала. Ну, у меня не позволяет сейчас спина. Второе, бабушка здесь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. И дальше, Господи, слава Тебе и благодарение за этот новый день. И, сеновщик, за эту прекрасную ночь. Господи, благодарю Тебя за родных и близких. В вузах сидят, в тюрьмах и в лагерях. Я знаю, Сергей или я. Даруй им свободу, Господи. Я знаю, сегодня пытает около 500 человек в мире. Укрепи, чтобы никто не отрекся. Любящий Господь. Вот есть люди, приехали, и такие затруднения. Где, блядь, средства, чтобы помочь? Господи, мы издаем трехтомник. Помоги нам, пошли добрых людей, финансистов. Вот все, десять. Теперь Божья Матерь. Божья Матерь. Я сразу. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснадева Мария, Матерь Христа Бога Наша, спаси нас. Молитвами Твоими святыми и покроем оформлю любви. Два поклона. Дальше. Я обращаю здесь уже Твоя Матерь, ходатайца о нас. Господи, милостивый Спаситель, воздай добром всем, кто с нами совершал миссионерские путешествия. В Болганславии, кто нас принимал. И тут в молитве у меня всегда отец на ум. Когда мы к нему не приехали, он тут же меня сразу на проповедь ставит в храме своем. Переводчисы стоят на грузинском языке, на грузинский переводят. Вам видно, мои голуби летают? Да. Ну, пускай кто-нибудь покажет голубей во всем интернете. А голубь, это голубь. У нас в газете тут была статья, что у злого человека голуби не живут. А у меня две голубятни, да и в избе еще выхаживают двоих. Молодняк. Сейчас вот кошек запер. Сейчас еще полчаса они полетают. За ними надо убрать. Напоил, накормил. Вот тут вольер у меня маленький есть, коробка. А тогда кошек выпущу. У меня все по-другому, потому что я никому не подражаю, не знаю. Ну, нету толку. Вот он, видишь, где летают. Да. Но за ними гигиена надо. Как там в этой маленькой комнате у тебя? Комната 12,8 квадратных метров. Она разбита у меня все на полке была, на стеллажи. Как говорят у заключенных Шконки. Я одновременно мог принимать, живя недалеко от вокзала, 11 человек, которые на полу не спали. 11? Ну, вот кого-нибудь спроси еще. На таких квадратах у кого? Кроме того, однажды я что сделал? Жена, кажется, лежала в больнице на Сибирске. А я живу прямо около вокзала. Я убрал ключ, бомжам определил приходить. И они приходят у меня, едят, помолимся. Когда меня нет, и опять уходят. Все в комнате голое, могли растащить. Нет, никто не тронул. Открыто, совершенно открытую комнату оставлял для бомжей. Что, с ума сошел? Ну, так и есть. Нормальный человек это не делает. Ну, у тебя здесь новое имя. Здесь прошлое вчера. Это, говорит, великие министры экономии. Да. Здесь, видите, эти голуби, они удобрения дают. Значит, сейчас вот у нас была там сверка, голубятня, они там были. И вот сверщенник у нас употреблял эти, все эти удобрения от голубей. И это, как, они же вот гигиену не соблюдают. А птица, птица не может соблюдать. Она оправляется каждую, буквально минуту. Почему? Она летает. Ей нужно опорожнять, чтобы тяжесть не поднимать. И поэтому у меня ты до пола застеленной клеенкой. Сейчас я их убираю. Сразу все здесь подметаю, убираю, соскабливаю. И опять все чисто. Ага. Да, да. Ну, все. Ну, все. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Да. Так, отхожу. Жди тебя. С Богом. Господь. Друзья мои милые, с Богом. Пока я с вами. Да. Как у меня дядя говорил, сам я никуда ищу, но какие у меня друзья. Кого мне Бог дал, кого не посмотрю, я ставлю намного выше себя. Сколько им тоже дано, но... Ну, вот так. С Богом. Да. Да, с Богом, да. С Богом. Да.